Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по Евангелию от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 26 главу. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». И мы видим здесь удивительный парадокс Евангелия. Только что вот в 25 главе Иисус говорит о себе, что Он судья, что Он будет судить все народы, что Он занимает высочайшее положение в мире, что Он Бог, поскольку только Бог является судьей. И сейчас Он говорит, что Сын Человеческий предан будет на распятие. Это удивительная тайна нашей веры, что Бог, судья мира, ради нашего спасения, предает Себя на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Кайяфы и положили в совете взять Иисуса хитрость и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Люди связывают с Иисусом надежду на то, что Он есть Мессия, Он есть Спаситель. И если попытаться Его убить, попытаться Его хотя бы арестовать, это вызовет мятеж. И они пытаются этого избежать. То есть они хотят уничтожить Иисуса, но так, чтобы не произвести мятежа. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с лавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили, «К чему такая трата мира?» Ибо можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумевся, Я сказала, «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Иисус в Вифании, к Нему приступает женщина с лавастровым сосудом мира драгоценного мира. Мира — это боговонная мазь, очень дорогостоящая. И она возливала ему лежащему на голову. И ученики ворчат, можно было продать это мира за большую цену и дать нищим. Иоанн уточняет, что это Иуда ворчит. Иуда имел в собой денежный ящик, и он оттуда поворовывал. То есть, ему был прямой интерес, чтобы эти деньги были в ящике. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». То есть, мы видим, что эта женщина понимает, что Иисусу предстоит смерть. Иисус неоднократно говорит, что ему предстоит смерть, но ученики это как-то не воспринимают, потому что они думают, что Иисус сейчас воцарится, что сейчас будет все хорошо, что Бог пришел на помощь своему народу, что сейчас римляне будут изгнаны, становится справедливое, прекрасное царство. И два человека понимают, что Иисус сейчас будет распят. Это вот эта женщина и Иуда. Они оба понимают, в отличие от апостолов, что Иисус сейчас действительно будет распят. И они реагируют по-разному. Эта женщина берет этот сосуд с миром, все самое ценное, что у нее есть, и возливает на голову Иисуса, чтобы проявить свою любовь. Иуда, как мы увидим, он бежит его предавать. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать сребреников. С того времени он искал удобного случая предать его. Евангелие не раскрывает мотивов Иуда. Но мы можем предположить, что Иуда проявляет простой расчет. Он понимает, что Иисус сейчас будет убит. Он трезво смотрит на вещи. Когда Иисус говорит, что он будет убит, Иуда верит сразу. Он не сомневается. И он понимает, что, когда Иисус будет убит, он окажется просто последователем человека, казненного за мятеж. Он оказывается под угрозой. Он оказывается потерявшим эти три года. И он думает соскочить с тонущего корабля, ну и к тому же поправить свои финансовые дела там. Тридцать сребреников — это цена, за которую можно купить раба или участок земли. Не такие уж и плохие деньги. И Иуда исходит из того, что Иисус так или иначе обречен и через Иуду, не через Иуду. Все равно его так или иначе уничтожат. А он приходит к первосвященникам и обещает им его выдать. Так, чтобы это не вызвало мятежа в народе. Иногда спрашивают, почему его не могли просто арестовать. Но об этом чуть раньше сказано. Они опасались мятежа в народе. С того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночные приступили ученики к Иисусу и сказали, где велишь нам приготовить тебе Пасху? А пресночные — это пресный хлеб. И дело в том, что когда люди праздновали Пасху, они избавлялись от всего квасного, потому что закваска — это важный символ преемства, что закваска передается от квашни к квашне, и в итоге она создает такое преемство. И вот исход — это разрыв преемства. Это мы начинаем жить новой жизнью, которой нас привел Бог. Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему. Учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как он повелел им, и приготовили Пасху. Пасха — это праздник, в который отмечался исход израильского народа из египетского рабства. И Иисус совершает Пасху с учениками. Этим он подчеркивает, и это очень важно, что Моисей является его предшественником. Подобно тому, как Моисей вывел еврейский народ из египетского рабства, и Иисус выводит христиан из рабства греха. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. То есть для Господа не является тайной, что его сейчас предадут. Для него ничто из происходящего не является тайной. И он это говорит, как мы это слышим в церковном молитвословии, подвизая Иуду на покаяние, то есть побуждая Иуду к покаянию, давая ему возможность покаяться. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку и не родиться. Присем Иуда, предающий его, сказал, не я ли рови? И Иисус говорит ему, ты сказал. И сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым он предается. Иногда спрашивают, ну Иуда же послужил Божьему плану. По Божьему плану Иисус должен быть предан, Иуда-то чем виноват? На самом деле, любые события в истории происходят в рамках божественного промысла. Бог обладает всеведением, и Бог знает все, в том числе все поступки людей, ангелов и бесов, из конца в конец. Он знает, как себя поведет Иуда, но Иуда при этом поступает совершенно свободно. Ни в коем случае не надо путать Божие предвидение с неким активным Божиим предопределением. Бог никогда никому не предопределяет совершать грех. А когда люди совершают грех, они делают это по собственной воле. Но Бог знает, кто и как поступит. И поэтому Бог знает, что Иуда совершит предательство. И Христос произносит эти страшные слова, лучше бы этому человеку и не родиться, потому что он-то несет ответственность сообразно своему выбору. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, богословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, и сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Это установление таинства Евхаристии. Мы читаем это в Евангелиях, и мы читаем это в послании апостола Павла. Павла — это то, вокруг чего собирается церковь. Иисус говорит загадочные слова. Он берет хлеб и, раздавая ученикам, говорит, «Примите, едите, и сие есть тело Мое». Эти слова с тех пор произносятся в каждой церкви, на каждой литургии по всему лицу земли. Каким образом хлеб является его телом? Мы знаем, что в Ветхом Завете существовала практика жертвоприношения животных. Человек, который согрешил, он должен был принести в жертву ягненка из своего стада. Что это значило? Это значило, что возмездие за грех смерть. Грешник должен умереть. Но эта смерть будет перенесена на жертвенное животное. Смерть состоится вместо смерти грешника. Его кровь прольется вместо крови грешника. Ты должен умереть, но эту смерть можно перенести на вот это жертвенное животное. И когда это животное закалывали, совершалась обрядовая трапеза. Люди ели его мясо, и это было трапезой людей пред Богом. Дело в том, что в Древнем мире совместная трапеза была очень важным знаком единства и примирения. Вы никогда не сядете за стол со своим врагом в Древнем мире. И если вы ели вместе, вы становились общиной, вы становились почти семьей. И вот жертва, которая умирала за грех человека, ее потом ели. И это знаменовало общую трапезу людей и Бога. То, что примирение состоялось, то, что грех искуплен. Конечно же, на самом деле, жертвоприношения животных не могли даровать искупление. Они только предуказывали на искупление, которое совершит Христос. В Евангелии от Иоанна Иоанн Креститель говорит о Христе. «Сей есть агнец Божий». Для людей, знакомых с Ветхим Заветом, это значило, это тот, кто будет принесен в жертву. И вот Христос приносит себя в жертву, и он берет этот хлеб и прилагает его в свое тело. Это жертва, которой мы приобщаемся. Через приобщение этой жертвы мы обретаем оставление грехов и жизнь вечную. «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, петь из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Вино прилагается в кровь, которая изливается во оставление грехов. Приобщаясь тело и крови Господа, мы приобщаемся к его жертве и обретаем ее плоды. И мы видим здесь, что церковь — это сообщество, которое совершает Евхаристию. Иногда человек говорит, а могу ли я верить во Христа, а в церковь не ходить? И ответ, который дает Священное Писание, он очень однозначный — нет. Возможна ситуация, когда человек сидит в тюрьме, на необитаемом острове, он прикован к постели тяжкой болезнью, то есть он не может просто физически прийти в церковь. Это другое дело. Но Господь установил, как именно мы должны проявить нашу веру в Него. Мы должны совершать таинство Евхаристии. Мы должны приступать к таинствам. Это говорит Священное Писание, и так мы должны поступать. И, естественно, таинство совершает только церковь. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь обо мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы стадо. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Господь говорит апостолу, вы все разбежитесь, вы все припугаетесь. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнююсь. Петр, он горячий человек, и он говорит, нет, я ни в коем случае. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отвлечешься от меня. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Подобное говорили все ученики. То есть мы видим, как Петр и все ученики, они говорят, что нет, 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 мы не испугаемся. Это оказывается не так. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсиманией, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Мы видим, как Господь скорбит смертельно, и Он спускается в глубину человеческого страдания. Иногда людей удивляет вот эта молитва в Гефсиманском саду, потому что мы знаем массу примеров людей, которые шли навстречу лютой смерти с насмешкой, с презрением к своим палачам, не выказывая ни малейших признаков слабости, когда людей подвергались всяким страшным пыткам, а они только смеялись, и они вошли в историю, как пример такого вот выдающегося мужества. И мы видим здесь, что Господь скорбит, Он тоскует. Он не выказывает такого выдающегося мужества. Почему? Потому что в Гефсиманской молитве Он спускается в человеческую тоску и боль. Он полностью разделяет человеческую скорбь. Любой человек, который скорбит смертельно, любой человек, который испытывает, как бы мы сейчас сказали бы, тяжелую депрессию, который испытывает тоску и ужас от приближающейся боли и смерти, он знает, что Христос находится с ним в этот страшный момент. Поскольку Христос там был, Христос спустился в эту яму к нам. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И мы видим, что Господу страшно умирать и больно умирать. Иногда говорят, ну он же знал, что он Бог, он же знал, что он воскреснет. Как-то это все отличается от опыта человека, который идет на смерть. И на самом деле нет, не отличается. Он знал, что он воскреснет на уровне веры. Мы все знаем, что мы воскреснем. Любой христианин, он знает, что он воскреснет. Мы каждое воскресенье читаем символ веры в церкви, и каждый день читаем его дома в молитвенном правиле. И мы знаем, что мы чаю воскресения мертвых жизнебудущего века. Тем не менее, когда человек узнает, что у него рак, это его не радует. Он испытывает тоску и ужас перед лицом смерти. И Христос тоже испытывал тоску и ужас перед лицом смерти. Он знал на уровне веры, на уровне доверия к Отцу, что да, он будет воскрешен. Но он испытывал такую же подлинную и несомненную тоску и ужас перед лицом смерти, которую испытывают люди, которые умирают сейчас. И это важно, потому что мы знаем, что Христос разделяет человеческое страдание до конца. И он просит пронести эту чашу мимо, но он соглашается, он принимает волю Божию. Он говорит, не моя воля, но твоя да будет. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так не могли ли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, подже немощно». Есть богочестивые люди, которые в ночь с четверга на пятницу проводят специально один час в молитве, чтобы бодрствовать вместе с Господом. Еще отойдя в другой час, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза оттяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» «Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил, он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисуса, сказал, «Радуйся, Равей», и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» До последнего момента Господь побуждает Иуду к покаянию. Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов?» Как же сбудутся Писания, что так должно быть? То есть Иисус не принял попытки защитить его силой, потому что он видит свою историческую миссию в том, чтобы умереть. Так должны сбыться Писания. «В тот час, — сказал Иисус народу, — как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся Писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали». Возможно, если бы речь шла о том, чтобы сражаться, у них бы хватило мужества, и они себе представляли, что сейчас мы будем драться, и Бог будет на нашей стороне, и Он нам поможет, но они ошиблись. Иисус оказался арестован, и тут мужество им изменило, и тут они разбежались. А взявшие Иисуса отвели его к Каяфе-первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. «Первосвященники и старейшины, и весь Сиэндрион искали уже свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много уже свидетелей приходило, не нашли. Наконец пришли два уже свидетеля и сказали. Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Это слова, которые можно найти в Евангелии от Иоанна, когда Господь говорит о храме тела своего, «Разрушьте храм все, и я в три дня воздвигну его». И, очевидно, эти уже свидетели, они извратили как-то эти его слова. «И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. «И первосвященник сказал ему, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на боках небесных». «Ты ли Мессия? Ты ли Христос, Сын Божий?» И мы видим ответ, который дает Иисус, «Ты сказал». Это утвердительный ответ. Примерно так же мы по-русски могли бы сказать, «Спрашиваешь». Но по-русски это звучит немножко иронично, немножко такая сниженный регистр речи, а в библейском контексте по-еврейски это наоборот звучало серьезно и печально. То есть это утвердительный ответ. «Да, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы, грядущего на боках небесных». То есть Иисус есть Сын Человеческий, который предсказан у пророка Даниила. Он здесь указывает на пророчество Даниила, где говорится о Сыне Человеческом, то есть о таинственной небесной фигуре, которой дана власть над всем миром. И Иисус указывает на то, что вот он это, вот тот Сын Человеческий, который грядет на облаках, о котором написано у Даниила, это он сам. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что нам еще свидетелей. Вот, теперь вы слышали богохульство его, как нам кажется. То есть они привожили массу усилий, чтобы его как-то осудить, и у них все это не получалось, и в итоге они его осуждают на основании его собственных слов, на основании того, что он говорит о себе, что он Сын Человеческий, который грядет на облаках небесных. Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его планитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя. То есть покажи нам свои сверхъестественные способности и покажи нам, кто тебя ударил. Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назореем. Он опять отрекся, склятывая, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. И мы видим здесь, что, собственно, два человека отреклись от Иисуса, это Иуда и Петр. Но мы видим, что Петр, обнаружив, что он отрекся, он плачет горько, он оплакивает свое падение. Он отрекся от Христа, и, кажется, ну все, ну погиб. Нет. Петр оплакивает свое падение, и он дожидается воскресения Христа, и Христос дает ему свое прощение. Ведь Господь предупреждает в Евангелии, кто отречется от меня, и я отрекусь от того, и кто отречется от меня перед людьми, и я... Давайте через паузу, Сергей. Хорошо. Христос говорит в Евангелии, кто исповедует меня перед людьми, исповедую я того пред Отцом моим небесным. Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь я от того пред Отцом моим небесным. И Петр именно что отрекся. Но мы видим, что, осознав это, он плачет. Он плачет о своем падении, он ищет Божьего прощения, и он его находит. Потом Христос его прощает и полностью восстанавливает в его служении. И это удивительный библейский пример. Во-первых, это пример достоверности Священного Писания, поскольку Петр — это князь апостолов, это человек, который занимает в церкви лидирующие позиции. Мы когда читаем деяния апостольские, мы видим, что Петр там председательствует, что он на первых ролях. И мы видим, что Евангелие дает на него такой компромат. Он три раза отрекся. И мы понимаем, что если бы это придумывала ранняя церковь, если бы это было следующее уже поколение христиан, никто бы не посмел такого написать про Петра. Когда уже следующее поколение христиан пишут об апостолах, они пишут, естественно, с великим почтением. Но здесь мы видим, как о Петре сообщается такая вещь, что он пал, он отрекся. И это свидетельство достоверности Священного Писания, поскольку такое свидетельство может исходить только от самого Петра. Кто мог сказать про Петра, что он три раза отрекся от Господа? Ну, только сам Петр. Потому что Петр не хотел скрывать своих грехов для того, чтобы все видели величину, значение Божьего прощения. И церковь вновь и вновь и вновь свидетельствует о том, что великий апостол Петр три раза отрекся от Господа. Для чего она это делает? Она это делает, чтобы никто не приходил в уныние, никто не приходил в отчаяние, и никакой грешник не приходил в отчаяние, зная, что если он будет вместо того, чтобы коснеться в грехах их оплакивать, он непременно будет прощен. Мы с вами прочитали 26 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Exiget Room.